Всем привет! Добро пожаловать на четвертый урок из серии Remote Functions Удаленные функции и события Мы сегодня поговорим о главной теме связи и посылке команд с серверного скрипта С обычного скрипта в локальный скрипт каждого игрока, индивидуально Рассмотрим это мы на примере игры Mafia И еще посмотрим немножко как менять окраску игроков И какие бывают ошибки у людей, которые не понимают что такое локальный скрипт И что такое серверный скрипт И что такое filtering enabled Что теперь мы живем в 2019 году и дальше И мы должны с этим считаться Итак, чтобы скрипт плейса нашего... Вообще я стараюсь сделать все очень просто, чтобы легко было воспроизвести Но совсем для лентяев напоминаю, что вы можете весь плейс со скриптами и так далее Скачать по ссылочке под видео Почти все мои уроки имеют исходники Итак, у нас на рабочем... На воркспейсе у нас находится вот этот парт На который любой из игроков, зашедших в игру, будет кликать И будут происходить выборы Выборы либо Мефиози, либо Мэра, либо обычных жителей Так, ничего здесь необычного, никаких скриптов я не вставляю Скрипта, чтобы вы не запутались, у нас будет два Вот серверный скрипт Серверный скрипт и маленький скрипт игрока Так, ну давайте, наверное, запустим и посмотрим, что у нас здесь происходит Дело в том, что тестировать придется полноценно Не одним игроком, не в Solo Mode А запускать эмулятор с тремя игроками Как минимум тремя Так, ну давайте посмотрим View, показать output Так, кликаем Игрок начал выборы Но мне сразу говорят, что Нельзя играть в Мафию, если игроков меньше трех Объясняю, как у меня Мафия моя работает В Мафии моей работают только выборы Выборы трех ролей Допустим, если заходит 20 человек, то мы должны одного мафиози выбрать Одного мэра И останется 18 человек Обычных жителей Вы можете придумать, расширить как угодно Я вам подскажу, как это сделать Так, ну вот у меня трешечка есть уже Три И запускаем Смотрите отдельный урок У меня про то, как тестировать для нескольких игроков Это в отдельном плейлисте Про отладку, про поиск ошибок Вообще, у меня на канале все в отдельных плейлистах есть Их очень много Давайте подписывайтесь и сами ищите Text Это запустился пока только сервер Сейчас запустятся еще три клиента Ну, у меня ноутбук слабенький Извините Так, ну, кстати Я хочу сказать, что может быть сейчас не все Но что-то должно уже сработать Вот три игрока у нас в игре Я могу выбрать этот игрок Player 2 Это Player 1 Он у меня ходит И здесь Player Кто тут у нас? Player 3, да Так, ну кликаем в любое место Клик-детектор стоит на парте Кликнул И смотрим на окошко нашего сервера Вот сервер Так, давайте посмотрим, что нам сервер написал На вот эти ошибки не обращайте внимания Это в тестовом режиме Не может группы наших игроков определить Но действительно, мы тестируем локально Так Начал выборы Начал выборы игрок номер 3 Тот, который кликнул Мы сейчас серверный вид У нас на экране мы смотрим Как сервер Видите, зеленая рамочка А голубая рамка вокруг окон Означает Игроков Так Игрок номер 3 Начал выборы Всего игроки у нас присутствуют в игре С именами Player 1, Player 2, Player 3 Выборы закончились Ну тут подсказка, что вы понимаете Что на сервере у нас выводятся игроки И никогда не увидят ни одного сообщения Которое вы печатаете с помощью принта Из обычного скрипта Игроки могут увидеть только в Local Script И то из своего клиента, конечно Так Мэр города был выбран Player 2 А Мафиози был выбран Player 1 Давайте теперь посмотрим Так У нас, у мэра появилась вот такая плашка Кнопочка Которая ничего не делает Вы, конечно, можете для мэра какие-нибудь Дополнительные кнопки Это отдельная GUI GUI для мэра оно состоит из одной кнопки Можно добавить хоть 20 кнопок Я вам сейчас покажу, как это сделано Так, этот мэр И вы понимаете, что его GUI Он видит только сам Вот Мафиози видит, что у него Пометка Мафия Он не знает, кто у нас мэр Из остальных игроков Так, ну и кто у нас остался Остался вот такой вот Вася Черепашкин У него никаких плашек Он не знает, кто из этих ребят мэр Кто из них убийца И все одинаково раскрашены Так, про краски Про раскраску Я еще подойду Это не совсем тема нашего урока Но это очень важно И так, нажимаем Cleanup В общем, все работает А, ну и можно любым человеком Заново провести выборы Кликнули Вот опять выборы начались Сейчас выберут уже других людей Мэр города стал Плеер 2 Мэром стал И Мафиози Плеер 1 Окей Ну все это работает Все, конечно, проверим много раз Так, нажимаем Cleanup Чтобы закрылись все эти три клиента И сервер И остался только наш 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 Roblox Studio Так, ну давайте теперь Посмотрим Как все у нас работает И немножко код поменяем Ближе к концу урока Что нам нужно в серверной части Скрипт должен знать Какие игроки у нас подключены Поэтому мы получаем ссылку На службу игроки Так как у нас Вот в предыдущих уроках Я всегда создавал Где-то, например В Replicated Storage Создавал вручную С помощью этого плюсика Добавлял Remote Function А тут я показываю Не то что для лентяев Наверное так и нужно делать Ну если вы уже разбираетесь Вместо вот этого плюса Можно создать из скрипта Ну вопрос такой сразу Угадайте Ну не угадайте А ответьте Для себя и для меня Какой скрипт первый запускается Локальный скрипт Или какой-то скрипт на сервере Ну ответ простой Конечно же сервер у нас запускается И работает наша игра Place живет даже без игроков Вот он запустился Допустим где-то на сервере И все его скрипты серверные Запустились Поэтому Если вы хотите создать Где-то удаленную функцию Remote Function На своем Workspace Или там Ну Я кладу его В Replicated Storage Так То создавать конечно нужно Из скрипта Который просто серверный скрипт Итак Создаем с помощью Instance Remote Function Но она подвешена Где-то в воздухе Непонятно где Создаем ей имя Это имя нужно запомнить Потому что В локальном скрипте Мы должны ссылаться На такое же имя Этого Удаленной функции Иначе связь нарушится Сервер будет посылать Как бы письма Ну Команды В удаленную функцию А удаленной функции На том конце Никто не слушает Потому что слушают Функцию с другим именем Такс Далее имя И родителям делаем Game Replicated Storage Чтобы у нас Remote Function там появился Ок Дальше Это служебные переменные Я в этой переменной Буду хранить Mafiosi Которого мы выберем Текущего Если расширять игру Дальше То эти переменные Конечно пригодятся Во-первых Для проверки Против эксплойтеров Если какой-то из Игроков Захочет повести себя Как мэр Или как мафиози Хотя он не мафиози Его сразу нужно банить Навсегда И Больше Чтоб вы его не видели Так Дебаунс Про дебаунс Я уже говорил Много раз Но тут Дебаунс Служебные переменные Она нужна мне Для чего? Чтобы Только один игрок Мог кликнуть Вот любой из трех Игроков тестеров Кликает И мы с помощью Этой функции С помощью этой переменной Сразу блокируем Функцию Вот Для первого Она будет выполняться Пока у нас здесь True True заносим А допустим Через мгновение Кликает По нашему парту Следующий игрок А там уже В дебаунс Находится True И для него Срабатывает Вот эта строчка И с помощью Ретурна Эта функция Завершается Никаких выборов Не происходит Пока первые Не завершились Так Печатаем Что Какой игрок Кликнул На клик детектор Вот этого парта Нашего Вот кто сюда Кликнул Такс Дальше Получаем Список игроков Вот эта вот Функция GetChildren Она получает Табличку С детьми Ну с какими-то Элементами Которые находятся Внутри Какой-то из папочек В данном случае У нас Players Это сервис Players Ну вы знаете Когда игру запускаете У нас есть такая папка Players И там все игроки Текущие подключены Перечислены Итак Мы с помощью Вызова функции GetFunction Получаем список игроков В языке Lua Можно узнать Сколько в табличке Элементов С помощью Решеточки Решетка Players Вот это выражение Всегда выдает Сколько игроков У нас сейчас Подключено Хотя в принципе В Players Есть там Свои функции Методы Можно смотреть Сколько игроков Я сейчас уже не помню Просто это очень простой способ Очень быстро работает Работает в любом языке Lua Итак Я проверяю Если игроков меньше трех То выдаем предупреждение Что нельзя играть в Mafia Если игроков меньше трех И Ну конечно Не забываем DeBounce Сбросить Чтобы можно было Кликнуть На эту детальку Еще раз Потом когда зайдут Другие игроки И с помощью Return Выходим Из нашей функции Окей Это были проверки Как бы на дурака Хотя и в настоящей игре У вас может быть один Или два игрока Нужно дожидаться Если у вас игра Например футбол Подразумевает Ну минимум Пять в одной команде И пять в другой То нужно ждать Уже Десяти человек Дальше С помощью цикла Я перебираю Всех игроков Какие у нас находятся В таблице Players Которые мы получили Вот здесь Чтобы мне не писать Все время Players В квадратных скобочках И получение элемента Я каждый раз Внутри цикла Присваиваю Ссылку На текущего игрока Вот например Players И вот здесь В скобочках Квадратных Первый Единичка Это у меня Здесь При первом проходе Нашего цикла У меня здесь Первый игрок Итак Я приклеиваю Имя нашего игрока Номер игрока Решетка И К этой строчке И у меня получится Игроки Решетка 1 Дальше идет Имя Имя игрока Ну там Player 1 Вы наверное видели Потом пробел И палочка Это чтобы Вплотную не приклеился При следующем проходе Игрок номер 2 Получаем строчку Так удобно Если бы я здесь Просто print сделал С именем каждого игрока То у нас бы В output window Много бы строчек Например Представьте У вас 100 игроков И у вас бы Куча строк Напечаталось Но Не нравится мне это А так у меня В одну строчку Все игроки напечатаются Вот здесь Я одной командой После цикла Печатаю всех игроков Дальше Печать то понятно А здесь мы наконец Воспользуемся Нашей удаленной функцией Мы еще не смотрели Как мы эту функцию Обрабатываем В локальном скрипте Ну Пусть мы про это Не знаем Но как мы к ней Обратимся Итак Наша удаленная функция Мы ей задали имя Но так как мы Программисты Это имя нужно знать В локальном скрипте Чтобы к ней обратиться А у нас здесь есть Переменная Просто RF1 Remote Function 1 И мы через эту переменную И будем обращаться Мы через эту переменную Очень похоже На то Как мы обращались Из локальных скриптов К нашему серверу Мы здесь Вызываем Функцию Так Через двоеточие Invoke Клиент Это значит Позвать Призвать Клиента Клиента Это подразумевается Игрока Обязательно Здесь должен быть Единственный параметр Но можно больше указать Но параметр Должен быть Обязательно В нем мы указываем Кому мы шлем Эту команду Кому Какого игрока Мы хотим заставить Выполнить Удаленную функцию С сервера Запускаем На серверном скрипте Она Выполняется Эта команда Дальше Наш Remote Function Ищет клиента Игрока Который у нас Находится В этой переменной И у него Уже Его функция Если она правильно Написана В локальном скрипте Она запускается Мы сейчас посмотрим А дальше Я параметр Сам придумал Я мог 10 написать Clear Это значит Очистить Смотрите Как я сделал Я сделал Не очень хорошо Но специально Чтобы вы поняли Смотрите Как я сделал У меня 3 гуишки Давайте посмотрим Где эти гуи Вот стартер гуи Гуи citizen Вот кнопка житель Гуи Мафия Мафия И так далее Я мог все эти гуи Поставить им В свойствах Enabled False Галочку убрать Чтобы все было Выключено Или при входе игры В игру Игроков Тоже Выключать Но я специально В тестовом примере Вам оставил Что Вот у нас Замусоренный экран Как же его очистить И для этого Я придумал Такую команду Мы посылаем Мы даем задание Через нашу удаленную функцию Клиенту Clear Clear Давайте теперь посмотрим Как же у нас У клиента Вот эта вот Функция Local Local Скрипт И у нас Что здесь Делает функция Ну давайте Сразу показываем Что делает Clear В параметре Если приходит строчка Clear Очистить Я все гуишки Прячу просто Заношу Приз В атрибут Enabled False Для мафии Для мэра И для горожанина Так Ну давайте Теперь посмотрим Как здесь у нас Происходит Что происходит Так Получаю ссылку На Replicated Storage Потому что мы В этой папочке Будем искать Нашу удаленную функцию С тем именем Вот с этим именем Который мы придумали В скрипте Вы Я напоминаю Что вы можете Вручную С помощью плюса Добавить Replicated Storage Может быть так Даже нагляднее будет Не знаю Так Получаем ссылку На службу Игроков Получаем ссылку На текущего игрока Это очень просто На того игрока Который сейчас За компьютером сидит И играет Так как это Локальный скрипт Нам позволяют С помощью вот такой вещи Players.localScript Где players Конечно Это ссылка На службу Players Или на тех Игроков Gameboard Space Players.localScript Так Это уже миллион раз Объяснялось в других уроках Player GUI Ага И тут У игрока Который Зашел Сейчас В Roblox У него Не сразу Появляются Все папки Не сразу Подгружается Аватарка И я хочу Получить доступ Вот к этим Нашим Гуишкам Чтобы их Включать Или выключать Я должен Дождаться Чтобы Не вылетел У нас С ошибкой Наш скрипт Я здесь Жду Плеер Вот у нас Плеер Это значит Жди пока В текущем Игроке Не появится Папка Player GUI А в ней Уже Вот они Все что Из Starter GUI Оно все Копируется В папку Player GUI Про это Можно не прочитать Документации А можно запустить Просто игру Play И посмотреть Что у нас Есть в каких Папках У нашего игрока Тоже про это Смотрите Уроки Про отладку И тестирование Ваших игр На моем канале Текст И наконец-то Наконец-то Мы получаем Ссылку Точно такую же Ссылку Вот здесь RF1 Видите Я здесь Правда Создаю А здесь Я ссылку На уже Созданную Нашим сервером Как я Удаленную Функцию Как я Это делаю В папке Remote Replicate Storage Жду Чтобы появилась Вот эта Вот функция Возможно Она там уже Есть Когда игрок Заходит Тогда Эта строчка Мгновенно Выполняется И в любом В том или ином Случае У меня Вот в этой Переменной RF1 Будет ссылка На удаленную Функцию В удаленных Функциях Никаких Коннектов Мы не Используем Здесь нужно Писать Имя нашей Функции Точка Обязательно Не двоеточие Ну так как Мы Из сервера Призываем клиента То здесь Немножко По другому Не как в предыдущих Уроках В предыдущих уроках Было написано OnServerInvoke Это когда Позвали Сервер Например С локального Скрипта Здесь же наоборот С серверного скрипта С обычного скрипта Мы зовем Локальный OnClientInvoke Так Ну и все И присваиваем Сюда Функцию Безымянную Можно функцию Не безымянную Можно функцию Описать Например Вот так Function Вот Тогда мы здесь Просто напишем Вот так Вот и все Только скобки Конечно Уберите Никаких скобок Все А вот этого Не надо Ну я же пишу Как наверное Многие привыкли Это стиль все-таки Уже признан Стандартным В Roblox Привыкайте Ну и что Вот уже сразу Вопрос Смотрите С сервера Мы вызываем Где она Вот Мы делаем InvokeClient Взываем к нашему клиенту И мы передаем Два аргумента Функцию А почему-то Параметр один Все дело в том Что В локальном скрипте Вы и так можете узнать Какой вы Игрок Есть Вот с помощью Вот этого Мы узнаем Ссылку На самого себя Плеер Вот И Дело в том Что Сервера Можно вызвать С помощью Remote Function В событиях Можно там Всех будет вызывать А мы сейчас Говорим про Удаленные функции Мы здесь Обязательно Должны указывать Какому игроку Послать эту команду Мы можем Послать эту команду Только одному Игроку из 20 Можем всем послать Видите у нас цикл идет Мы всем Игрокам Пошлем одну и ту же команду Клир 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 Очисти 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 Экран от Гуишки Так Ну и давайте посмотрим Сразу Что у меня Очистка Понятно Да Прячем Гуи И ретурном Выходим с этой функции Все Она здесь закончилась А если в параметре Тоже Имя параметра Имя названия Этой переменной Как угодно Менять Лишь бы вы потом В условиях Делали то же самое имя Понятно Как здесь Можно П Назвать Но хотя П Я где-то уже игрока Назвал П Лучше так Не делать Запутайтесь Так Дальше Смотрим А если Придет Параметр В параметре Срочка Придет Текстовая строка Мафия То тогда Мы Опа Так У меня здесь лишнего Но это вот Не нужно Так Тогда мы покажем Только Мафию Включим Видите Вначале Мы послали команду Клир Значит Все Гуишки Выключены А если Мы шлем Команду Мафия Мы включаем Только Гуи С мафией Вот эту Вот кнопку Будет Игрок видеть То же самое Для мэра Включаем Мэрскую И для Ситизена Для горожанина Включаем Жительскую Так Ну и все Вот видите Какой простой тут скрипт Можно еще проще Его было сделать Ну я уж так Расписываю Чтобы было Более понятно Так Ну и давайте Дальше По нашему скрипту Смотрим Дальше идет Уже Видите Удаленной функцией Мы воспользовались Идет Обычный язык Луа Напечатали Количество игроков Подождали Две секунды Чтоб наших игроков Которые играют На вашем сервере Обмануть Что оказывается Выборы Это не мгновенно Происходит А это надо Подождать Ну вот ладно Чтоб их сильно не мучить Ждем всего Две секунды Потом выбираем Мафиози Как выбрать Мафиози Очень просто Вот запоминайте Прием У нас есть табличка С игроками Плеерс В квадратных Скобках Мы должны указать Номер игрока Которого мы выберем Игрок может быть Случайный Например у нас 10 игроков Зашло Значит Мафиози может стать Либо первый Либо второй Ну любой из 10 Как получить число От одного до Максимального Числа игроков Используем Получение Случайного числа Math Random Смотрите У меня Несколько уроков Про случайные числа И вообще Как это работает В языке ло И как в роблоксе Работает Мы указываем Два Мы передаем Два аргумента В нашу функцию От какого числа Минимальное Значит от единицы Давай нам До максимального А здесь Решетка players Как я вам уже говорил Помните в этом условии Решетка players Текущее количество игроков Сколько игроков У нас В табличке И в результате У нас получится От данного Допустим До трех Вот я сейчас Тестировал трех И выберется Любое число Случайное Это выберет Уже на сервере Роблокс Будет произведен выбор Либо один Либо два Либо три Окей Потом из таблицы Мы уже берем По этому номеру Один, два, три Настоящего игрока И вот у нас ссылка Не номер А прям ссылка на игрока Я потом С этим игроком Уже могу что-то делать Могу его телепортировать Например Изменить позицию Могу что-то еще Там убить его В этом скрипте С выбором первого Злодея Все очень просто А дальше Может быть проблема Если я такую же строчку Сделаю для выборов Выбора мэра То у нас Иногда Такое совпадает У меня по крайней мере Сегодня совпадало Много раз Выбирается тот же самый Человек Что и мафиози Я конечно понимаю Что в вашем городе Мэр может быть мафиози Но мы же в честную игру Мы же честную игру делаем У нас либо мэр Либо мафиози Совмещение быть не может Поэтому я использую цикл Тоже смотрите Есть у меня урок Не по роблоксу А просто есть небольшие уроки По языку луа От простого к сложному Очень полезные Я вам перевожу на русский Repeat Это значит повторяй Until Пока Не Так Повторяй вот эту строчку В эту строчку Мы будем каждый раз Этот цикл Он будет бесконечно вертеться Ну вот про это условие Мы сейчас с вами поговорим И каждый раз Будет выбираться новый мэр Выбрали случайного мэра Он может совпасть С нашей мафией Но вот в этом Until Я здесь В этой строчке проверяю Нужно чтобы Повторять Вот эту Пока Майор Не будет Совпадать С мафией Ну майор извини Если они не совпадают Если выбрали мафию Одного человека Мафиози А мэра Другого То все Этот цикл Не повторится Вот это я напоминаю Тильда равно Это не равно В языке луа Если же у нас Выпал точно такой же человек Как и мафиози Мэру То тогда Этот цикл смотрит Ага Они равны Ну ладно Тогда еще раз Повторяем И еще Следующий раз Кубик Бросает Выбирает Другого игрока Окей Выбрали Наконец-то Причем выбираем Мы только двух Если у вас будут еще Какие-то роли Нужно более сложные Вот здесь условия Используя And И так далее Используйте скобки Если запутаетесь Это очень просто Дальше Печатаем Выборы закончились Ждем еще секунду И Это я напоминаю Игрокам Что они же серверные Сообщения не видят Это мы с вами тут Видим из Roblox Studio Так И для себя Для отладки Мы показываем Что мэра мы выбрали MayorPlayer.name Так как это ссылка Я могу полностью Получать доступ К его персонажу К его имени И так далее Печатаем имя И мы фьюзин печатаем Дальше А теперь мы должны Всем игрокам Разослать их роли Кто кем будет Играть Здесь можно им Какое-то и оружие дать Можно еще там Что-то придумать Можно Можно много чего сделать Можно например Мэру Вот у нас будут Уроки про дата-стор Можно мэру Например Выдать сумму Миллион Мафии Можно там Тысячу Чтобы он мог себе Купить оборудование Ну а у граждан Мы как раз заберем Чтобы сложились Миллион мэру И там Тысячу Нашему мафиози Ну как в жизни В общем Итак В цикле Цикл Точно такой же Как мы вот здесь Перебирали Но здесь у нас Уже есть выбранные Выбранные роли Мэра и мафиози Выбираем игроков Опять Я здесь сравниваю Если у нас Текущий игрок Мэр Тогда мы шлем С помощью удаленной функции RF1 Мы призываем клиента Мы обращаемся К локальной функции Нашего игрока Который был выбран И мы ему шлем команду Нашему игроку Который находится в P Ссылка на игрока Да Мы им шлем команду Ты у нас Мэр Как Что произойдет Будет Вызвана Вызвана функция Которая Присвоена В onClientInvoke И вот Произойдет Эта строчка Мы этому игроку Только этому игроку Покажем Плашечку Что он мэр Вот эту плашку Окей Ну то же самое Для мафии То же самое Для жителя И для жителей В конце у нас Видите If Если это мэр Иначе Если Это мафия А в конце просто Иначе Значит всем остальным Если у вас Какие-то еще роли будут Помимо Какой-нибудь убийцы И еще там Какие-нибудь медики Вот сюда еще добавляете После Перед else Вообще Старайтесь код не копировать Ну хотя можно копировать Действительно Старайтесь сами придумывать Такс Делаем debounce Что после этого Можно заново выборы Сделать Окей Все Все рассказано Тема раскрыта Урока Но у нас сегодня В уроке Еще Про Утаницу Народ Мне пишет В комментариях А что это Я вот поменял Цвет у игрока А только он Это видит Или анимацию Только он видит Или например Ну да Вот например Цвет и анимация Ну давайте Теперь посмотрим Вот у меня Закомментированные Строчки Давайте Мы сделаем Вот как Когда В локальный скрипт Нашего игрока Каждому игроку Приходит команда Что ты мафия Давай-ка мы Нашего мафиози Покрасим Футболку Его Красный цвет А если Приходит тебе Команда Что ты Мэр Мы твою футболку Покрасим Зеленый цвет А всем остальным Футболку Покрасим Случайный цвет Ну давайте Запустим Так Запускать опять Придется тестом Потому что Для одного игрока Это бесполезно У кого дома Мощный компьютер И много памяти Можете запустить Сколько там у нас 8 игроков Здесь максимально Можно Так Сервер Запускается Тестовый Окей Окей И сейчас Клиентики будут Погружаться Кстати Roblox Studio Запоминает Как вы Разместили на экране Клиенты Можно Если у вас Несколько экранов Можно разместить Например 4 Экранчика На одном дисплее 4 на другом И размеры Ну вот у меня Меньше не уменьшает Минимальный размер Я по-моему Сделал Так Ну все Вот они у меня Запущены Так Это у нас Плеер 2 Так Это у нас Плеер 3 Ну давайте Плеер 3 Запустит выборы Запускаем Не смотрим Что нам там О Так Красным покрасили Значит Сработал код В локальном скрипте Мы стали красным Мафия А мэр стал зеленым Классно же Да Плашки работают Идеально Все нормально Только вы видите Только мэр видит Так Я не понял Ну я-то понимаю Конечно А почему все остальные Белые Белые Почему И мафиози Тоже смотрят Опа А почему два остальных Белые А где у нас О А тут житель Он тоже видит Только белых Ребята Все дело в том Что Чтобы не было читов Чтобы нельзя было Надевать Какие-то Некупленные шмотки Оружие И так далее Изменять свой Аватар На халяву Извините За такие выражения Только сервер Только серверные Скрипты Могут Менять Вашего персонажа Надевать Какую-то Одежду На него Менять его цвет А иначе Все так и будет Как вы сейчас видите Сами вы себя видите Красивым Покрашенным Все классно Зато все остальные Будут видеть вас Как серенькую мышку Давайте-ка Исправим Эту ошибку Ну кстати Ребята Вы понимаете Что в мафии Вы не должны Своего игрока Красить Вы должны Только для него Показывать Что он вот такой Иначе все игроки Узнают Кто у нас Мафиози И все его Будут Убивать Так Останавливаем Давайте Плохой код Убираем Не должно быть Здесь Но я удалять Не буду Я вам Закомментирую Чтоб вы Вспомнили Почему же В локальных скриптах Ничего такого Делать нельзя Зато Можно делать Все это В серверных Скриптах И давайте Теперь Опять запустим Тест Ну и у нас Подходит урок К концу Так У меня еще Следующий урок Уже будет DataStore Совмещен С удаленными Функциями Например Вы выбираете Аватарку Или какие-то Элементы Ну например Цвет Прическу Вашего игрока И это должно Сохраняться На сервере В DataStore Чтобы игрок При заходе в игру Уже у него Все это было Потом следующий урок Будет уже Там допустим Покупки Магазина И оружие Чтобы Список оружия Который у тебя Куплен Он у тебя Сохранялся После выхода Из игры Так Кликаем Выборы Начались И сейчас Мы увидим Да мы уже Видим на каждом Что каждый Клиент Прекрасно Видит Кто у нас Мэр Кто Мафиози Ставим Лайки Ребята Подписываемся Колокольчик Донаты Шлем Что без донатов Но по одному уроку В неделю Так Ну что И еще раз напоминаю Комментарии Я отвечаю на вопросы Хотя есть группа Вконтакте Можете друг друга там найти Для того Чтобы создавать вместе игры Но тем не менее Сам я отвечаю На вопросы В Ютубе Продолжение следует... Продолжение следует...